Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире частично представляем официальную декларацию депутатов Национального собрания Западной Армении о правах армян Западной Армении. Факт, что сейчас в Нахачеване замечена явная активность, в том числе и военная, которая не наблюдалась ранее, Рубен Сафрастян. Армения в зоне очевидного и невероятного. Следующая встреча Трампа и Путина может состояться в Вашингтоне. Турция опозорилась, не выпуская американского священника из тюрьмы. День памяти жертв теракта в турецком городе Суруч. Принимая во внимание следующее положение. В эпоху Османской империи армяне постоянно подвергались преследованиям, массовым убийствам и вынужденным депортациям, пик которых был с 1894 года по 1896, а после массовых убийств с 1915 по 1923 годы геноцид стал причиной двух миллионов жертв. Следовательно, армяне, оставшиеся в Западной Армении, пережили геноцид, были искоренены с их родиной и были разбросаны по всему миру. Во время Первой мировой войны в 1916 году, 16 февраля, российские войска освободили Западную Армению, а в 1917 году, 29 декабря, Россия предоставила официальный указ о независимости Западной Армении, так называемая Тюркская Армения, в которой право на самоопределение армян Западной Армении осуществлялось ими же 2 января 1918 года. Национальный совет Армении обратился к Франции, чтобы признать независимость Западной Армении. Соглашение Сайкса-Пика в Киликии, подписанное в 1916 году, 9 и 16 мая, вынесло рекомендацию о сдаче автономии армян в провинциях Франции Тигранакерта, Харберта и Адана, в то же время согласовывая с представителями Армянского национального патриархата для определения создания Восточного легиона. После проектирования земель Нахачевана, Карса, Джаваха и Арцаха было создано небольшое армянское государство, которое было частью Советского Союза до 1991 года. 30 октября 1918 года произошло прекращение огня Мудроза после признания Армении в качестве свободного, суверенного и независимого государства Армении, в основном на территории Западной Армении. 10 августа 1920 года Северский мирный договор, подписанный с одной стороны союзными державами, а с другой Турцией, потребовал, чтобы переговорные стороны признали решение президента Соединенных Штатов Америки о разрешении границы между Турцией и Арменией в провинциях Карин, Эрзрум, Трапзон, Ван и Бетлис, а затем ратифицировать его, а также остальные его пункты назначения. Проложили путь Армении к не имеющим выхода к морю и демилитаризации турецких земель, пересекающих вышеупомянутые границы. Таким образом призываем армян Западной Армении действовать под эгидой своего армянского национального совета. Армяне Западной Армении – это те, кто реально ценит свое право на самоопределение и формирует правовое государство. Востоковед Рубенса Фрастян, обращая свое внимание на активность Азербайджана в направлении Нахачевана, отметил, что таким образом у Азербайджана есть возможность получить дополнительный рычаг давления на Армению. Факт, что сейчас в Нахачеване замечена явная активность, в том числе и военная, которая не наблюдалась ранее. Какую цель преследуют Турция и Азербайджан? Считаю, что Азербайджану предоставлена возможность получить дополнительный рычаг давления на Армению. Это и есть цель Азербайджана. А цель Турции заключается в следующем. В знакоме с турецкой прессой они пишут, что Нахачеван нужен для обеспечения их военного представительства на Южном Кавказе. А с другой стороны, это возможность для Турции приблизить границы к туркоязычному населению, детализировал Софрастян. Станислав Тарасов коснулся участия Армении в военных учениях НАТО и политики Пашиняна в последнее время, которое, по мнению автора, непонятно Москве. Тарасов отметил, что в Грузии с 1 по 15 августа состоятся военные учения НАТО, достойный партнер 2018. Эти маневры являются частью учений Европейского командования США в регионе Черного моря, который проводится на территории семи стран. Ожидается, что в этом году в нем примут участие более трех тысяч военнослужащих и большое количество военной техники из 30 стран НАТО и стран-партнеров. Баку и Ереван, которые находятся в фактическом состоянии войны из-за республики Арцах, оказываются по сценариям НАТО странами-партнерами, что для политолога воспринимается как парадокс из политического сериала «Очевидное невероятное». Еще одна пикантность ситуации – Армения, член ОДКБ и ЕАЭС. То есть, в отличие от Азербайджана, формальный союзник Москвы принимает участие в направленных против России НАТОвских учениях. Странным выглядит и совместное участие армянских и турецких военных учений НАТО. У Тарасова возникает вопрос – может быть, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда решили постепенно развернуть страну в сторону Запада. И именно в этот момент, когда Азербайджан и его стратегический партнер Турция начинают медленно отдаляться от Запада. Москва всегда заявляла, что все военные учения НАТО, которые проводились и проводятся в Грузии, деструктивны и направлены против национальной безопасности России. Еревану пора отказаться от попыток усидеть сразу на двух стульях. Советнику по национальной безопасности президента США Джону Болтону поручено пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщила 19 июля пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс. Президент США Дональд Трамп поручил Джону Болтону пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Эти обсуждения уже ведутся, написала глава пресс-службы в Твиттер. 16 июля в Хельсинки президенты России и США обсудили состояние российско-американских отношений, а также ряд международных проблем и региональных конфликтов. Данные переговоры стали первой полноформатной встречей Путина и Трампа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию по поводу американского священника Эндрю Брэнсона, заключенного в тюрьму в Турции, и призвал власти страны принять меры. Трамп на своей официальной странице Твиттера, касаемо дела Брэнсона, упомянул также президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Президент Штатов Брэнсона называет заложником и отмечает, что Эрдоган просто обязан предпринять какие-либо меры. «Стыдно, что Турция не выпускает американского священника из тюрьмы. Его там держат уже долгое время как заложника. Эрдоган должен что-то сделать для освобождения этого христианского священника, который является прекрасным мужем и отцом. Семья в нем нуждается», — писал Трамп. Министерство иностранных дел Турции по поводу заявления Дональда Трампа выпустило также свое заявление. Отмечается, что судебное разбирательство соответствует верховенству закона. В настоящее время идет судебный процесс. Турция является страной права. В турецком городе Суруч прошли церемонии поминовения жертв теракта. Присутствующими на мероприятии были близкие жертвы террористического акта, люди раненые во время теракта, также политические партии и общественные организации, которые отдали дань памяти погибшим. Сообщает информационное агентство «Месопотамия». Отметим, что теракт был совершен против 150 членов Социалистической федерации союзов молодежи, которые делали заявление для прессы о реконструкции сирийского города Кобани. Именно в то время, когда 20 июля 2015 года прогремел взрыв в городе Суруч в турецкой провинции Урфа. Взрыв попал прямо в ряды людей. В результате взрыва погибли 33 человека, а 102 получили ранения. Было объявлено, что за террористический акт ответственность несет исламское государство. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Саят Новын, Ашхарумас и Малдунис». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!